Авторадио представляет Автофорум Автомобильное ток-шоу Ведущие Юрий Гейко и Юрий Новиков Автофорум на Авторадио Меня зовут Юрий Новиков В студии Авторадио мой коллега Юрий Гейко И эксперт сегодняшней программы Профессор Мадий Эдуард Владимирович Котлярский Господа, вот мы и подобрались к ответу на вопрос Можем ли мы повлиять на качество наших дорог Ну, я предвижу, что некоторые сейчас возражают Нет, не можем Не торопитесь Хочу поделиться следующей информацией У меня такое ощущение, что мы уже повлияли, Юр Вот послушайте Оригинальную акту и протесты против плохих дорог Простроили в Костроме Глубокую яму на центральной площади города усыпали розами А все водители повязали на антенны и зеркала Траурные ленты Водители Владивостока на собственные средства Приобрели материалы и залатали несколько ям На главной улице города Такие акции народного ремонта состоялись в Нижнем Тагиле И Барнауле В Кирове автомобилисты измеряют длину, ширину И высоту каждой дырки в асфальте Организаторы выяснили По ГОСТу большие ямы власти обязаны ликвидировать В течение суток С момента обнаружения И если параметры выбоины больше, чем положено по закону Колдобина попадает в заявление В прокуратуру и городской администрации С учетом судебных решений Уже пришлось корректировать план дорожных работ А в Германии ямы выставили на продажу И на каждой заплатке имя ее покупателя Все раскупили, Юр Ну вот, я хотел вернуться к нашим ГОСТам Впрочем, я о них расскажу чуть позже Как вы думаете, Юрий Васильевич, вот эти вот акции Это выход из ситуации? Я думаю, технический ремонт розами не выдерживает критик О продаже заплаток Ну если эти деньги использовать разумно Да, да, да Вы знаете, мне кажется, даже не тем, что улицы стали глажей А тем, что люди начали активно участвовать в этом деле Вы знаете, мы долго искали населенный пункт на территории России Который мог бы гордиться своими дорогами и властями Вот не поверите, нашли Неужто? Да, расположен он в Липецкой области И называется село Становое Давайте послушаем, а мы с вами в студии посмотрим Репортаж наших корреспондентов с места событий Найти на карте России город с образцовыми дорогами Задача, как оказалось, не из легких Было решено отыскать для начала Самый благоустроенный населенный пункт И ехать далеко не пришлось В трехстах километрах от Москвы Есть удивительное место Соседи завистливо называют его Маленькой Швейцарией Село Становое Липецкой области Не раз становилось победителем Федеральных конкурсов по благоустройству А раз здешние дома и улицы признаны лучшими То и дороги, будем надеяться, не отстают Довольно странно говорить о дорогах в селе Где местные жители передвигаются Преимущественно пешком или на велосипедах Между тем через Становое проходит Федеральная трасса М4 Дон Здесь широкая магистраль сужается до двух полос И стабильно собираются пробки 80% всех аварий района Происходит именно на этом участке Местная госавтоинспекция, что понятно С нетерпением, ждет открытие нового отрезка Трассы Дон в объезд родного села В самом Становом, по словам начальника ГИБДД Александра Чеплыгина, даже светофоры давно отключены До того аккуратное движение И статистика ДТП на зависть многим За этот год нет дорожного транспорта Происшествия в райцентре имени И обслуживаем их вовремя Ямочный ремонт, и пешеходный переход Знаки Все это постоянно под пристальным контролем Не последнюю роль в качестве и сохранности дорог Играет культура вождения Ее в Становом прививают с малых лет На специальном автодроме с дорожными знаками Еженедельно проходят уроки ПДД и управление автомобилем Для самых маленьких Воспитанные водители довольно редкое явление А в Становом норма Культура вождения на высшем уровне Но прежде чем развивать культуру Необходимо сделать дороги Здесь этим вплотную занялись около 10 лет назад С приходом на пост главы района Владимира Герасимова Он создал фонд для благоустройства села Куда каждый житель добровольно отчислял 1,5% от зарплаты Дороги в селе строились медленно 2-3 км в год И уже 6 лет к ряду покрытие сохраняет первозданный вид И не нуждается в серьезном ремонте У главы района Владимира Герасимова есть свой секрет качества Надо подрядчика при строительстве дорог Выбирать без торгов Зная фирмы, которые работают качественно на этом рынке Мы их просто нанимали, приглашали Это было не дороже, чем везде И все, что мы сейчас видим Это не в один год построено, не вчера В администрации не жалеют средства На своевременный уход за дорогами Летом асфальт ежедневно моют А зимой полностью очищают от снега Против гололеда в ход идет песок с солью Реагенты в Становом не используют Боятся испортить покрытие и вернуться в те времена Когда местные дороги ничем не отличались от тех, что в других селах Раньше, как вспоминают местные жители, дорог в Становом вообще не было Была просто грунтовка И грунтовка-то назвать страшно Там было просто направление Дороги здесь практически в идеальном состоянии Центральная площадь села Становое представляет собой единение природы и людей Разве что проезжающих мимо машин здесь не видно Некогда самая популярная дорога была перекрыта для движения автомобилей И теперь представляет собой любимую селянами аллею Автомобильное движение регулируется не только сотрудниками местного отделения ГИБДД Но и информационными счетами, лежачими полицейскими И даже измерителем скорости движения с электронным табло Подобные приспособления, к слову, есть далеко не в каждом крупном городе В селе Становое существует также особое правило Которое замглавы администрации Сергей Ракитин считает спасительным для дорог Мы не увидим тяжелой техники на этих дорогах Особенно тракторы По районному центру запрещено движение грузовых автомобилей Как говорят, в России две беды А у нас вот одной бедой может быть меньше Впрочем, и со второй бедой здесь вряд ли знакомы Основная часть красоты райцентра – дело рук простых жителей Селяне, в свою очередь, скромно отрицают собственный вклад в благоустройство Это все-таки, наверное, от головы зависит Он сказал, что я своего района сделаю маленькую Швейцарию Ну, так она, видимо, и есть Вот так на примере небольшого села мы убедились, что при желании Правильном руководстве любой город можно превратить в маленькую Европу Где дороги по качеству едва ли уступят автобанам Мария Фролова, Егор Костин, Дмитрий Волынкин, Авторадио, Липецкая область Эх, так и хочется сказать, да бросить бы все и уехать в это становое Так я и брошу, и поеду на дне Подожди, не торопись Я обещал рассказать о ГОСТах ГОСТ Р 5059 7-93 Называется он «Автомобильные дороги и улицы» В нем очень много любопытных цифр, параметров, которым должна, подчеркиваю, должна соответствовать дорога ГОСТ мы тоже выложили на сайт Авторадио И зная его предписание, мы все можем требовать от властей на законном основании устранения недостатков и повышения качества дороги У нас остается совсем немного времени Мы свяжемся с человеком, который живет в подмосковном Красногорске Он добился, сам добился улучшения качества вот той улицы, на которой он живет Зовут его Федор Езеев Федор, добрый вечер Здравствуйте Ну, расскажите коротко, с чего все началось? Ну, если коротко, то, в общем, давно когда-то там был знаком с разными ребятами, которые занимались этими вопросами Там улучшали дороги, как бы согласно этому ГОСТу, писали письма Написали в интернете большое количество памяток о том, как это сделать Ну и когда у меня дорога разрушилась, рядом с домом, я по этим памяткам, собственно, написал заявление в ГИБДД Там его приняли, рассмотрели, написали Прямо сходу приняли, да? Ну, да, не, ну а что там? Приемная, приемная этого МВД Там, как бы, человеку, который принимает заявление, он все равно, что пишет и кому пишет Он принимает, входящий номер ставит и все, и направляет дальше по инстанции Сколько времени прошло от момента подачи вашего заявления до каких-то уже, скажем, ну вот, до исправления той самой дороги? До полного исправления прошло где-то три с половиной месяца Там достаточно длинная история была, там, как бы, двухступенчатая Вот, взялось немножко по времени, но более-менее сделали А что они сделали? Ну, там залатали самые такие серьезные, выбоиные Ну, и вообще там... На всей улице, Федор? Да, на всей улице Как называется эта улица, Федор, скажите, пожалуйста Улица Жуковская Имени Федора Да, ну, бросьте Федор, ну, если бы каждый из нас по улице сделал, да мы бы уже жили, я не знаю где А они только эту вот улицу, скажем так, подремонтировали или обратили внимание на какие-то там соседние переулки? Нет, они рядышком еще, видимо, покатались и там, ну, как минимум, как минимум две ямы вне улицы, вот, этой Жуковского, они еще тоже заделали попутно прямо И это все из-за того, что вы были неравнодушны и вот обратились вот в простое... Федор, ну, у вас есть чувство удовлетворения, скажите честно? Ну, определенные есть, да, но я не собираюсь останавливаться Молодец, я хотел спросить, над какой сейчас ямой, дорогой вы работаете в Космогорске, скажите Ну, там недалеко, это самое, там гараж у меня на другой улице находится А, да Одну яму глотали на этой улице, вот, которую я еще хотел, а вторая осталась, вот, надо будет написать Ну, потом улицу любимой девушки надо сделать, где родители живут и так далее Ну, как-то так, да, примерно Федор, спасибо вам большое Спасибо, Федя Спасибо за ваше желание сделать ваш город лучше Побольше бы таких Федоров Да, ну вот, вот, господа, вот такая ситуация Мы подходим к финалу, и я хотел бы поблагодарить нашего сегодняшнего эксперта, профессора кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ, Эдуарда Владимировича Котлярского, руководителя передвижной лаборатории Юрия Маниловича Васильева, наших корреспондентов и всех, кто принимал участие в подготовке программы Вы можете увидеть на сайте Авторадио.ру Это была программа Автофорум, встретимся через месяц Авторадио представляет Автофорум Автомобильное ток-шоу Ведущие Юрий Гейко и Юрий Новиков Автофорум на Авторадио Автофорум 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 Автофорум